Сирийская армия Мы только можем сейчас представлять, как у них работают штабы оппонентов сирийской армии в лице ИГИЛ и других сопутствующих террористической организаций. Возможно, действительно был отвлекающий удар в надежде, что удастся состоять часть Восточного Алеппо, что не удалось сделать. Но другой фактор, который здесь связан напрямую, это эффективность и боеспособность сирийской армии. Мы знаем, что когда Пальмиру 7 месяцев назад удалось взять и выбить оттуда боевиков, это все было подготовлено нашей оперативной группой. И была очень четкая подготовка к этому наступлению тогда. При жестком графике, который выдерживался сирийской армией, но при опять же нашем жестком контроле со стороны наших служб поддержки, инструкторов и так далее. И вот оказалось, что когда там осталась сирийская армия без наших инструкторов и нашего оперативного руководства, то самой сирийской армии еще нужно расти и расти. Ее нужно укреплять и укреплять. Она действительно истощена в боях. Сейчас даже лучше ополченцы воюют. И, видимо, получается так, что с одной стороны какой-то фактор внезапности, который должен быть был исключен, по идее, поскольку мы имеем средства мониторинга из воздуха, из космоса и так далее, когда подходила эта группировка от 4 до 6 тысяч человек боевиков. Им удалось использовать фактор внезапности и слабость в боевой подготовке сирийской армии. И фактически было о чем объявлено? О том, что сирийская армия осуществила вывод гражданского населения. А она должна была стоять и, как в свое время у нас говорили, ни шагу назад стоять насмерть. Вот здесь получилось, что стоять насмерть она не смогла оборонить. Она смогла максимум, что вывести гражданское население. Это будет уроком определенным всем нам. И вот сейчас идет, так сказать, рекуперация, то есть подготовка более жестких действий, чтобы эту ситуацию исправить. Конечно, в ближайшее время при нашей поддержке и поддержке других союзников, мы знаем, что не только Россия является союзником правительства Асада, Пальмира тоже будет освобождена уже во второй раз. Но уроки нужно делать. Субтитры создавал DimaTorzok